Друзья, привет! Вы на канале ВОКОЛЕСО и сегодня я хочу сравнить две шины китайских производителей довольно-таки неплохого уровня. Это производитель Cylon, модель Ice Blazer VST3 и Triangle Ice Link STI501. В общем, так как я и сказал, обе шины это китайское производство, прям чисто китайское, то есть бренды не позиционируют себя как европейские, это чисто китайские бренды и сделаны они, естественно, в Китае. Мы сравним абсолютно все, глубину протектора, толщину боковины и так далее. Но начнем с рисунка протектора, который у обеих шин, посмотрите, направленный. У VST3 протектор немножечко отличается, хотя суть та же. Посмотрите, в плечевых зонах мелкие блоки и здесь тоже, что дает, конечно же, обеим шинам неплохой кромочный эффект, но здесь есть еще вопрос, что кромочный эффект дают вот эти вот ламели. Ламели дают хороший кромочный эффект, когда их много и, ну, естественно, чуть хуже, когда их мало. Нарезка ламели у шин похожая, она примерно одинаковая. Посмотрите, вопросов здесь, мне кажется, вообще никаких нет, но есть одно существенное отличие в протекторе. Посмотрите, в центральной зоне на VST3, в общем-то, идет такой монолит. Эти все блоки небольшие соединены в один монолит, который дает ребро грузовой устойчивости, которая призвана помогать автомобилю на этих шинах вести себя получше на высоких скоростях. Здесь, как такового, ребра грузовой устойчивости нет, но есть вот такие вот, посмотрите, смыкающиеся блоки, когда шина находится под давлением, в смысле, под весом автомобиля. В пятне контакта эти блоки в центральной части будут немного смыкаться и, в целом, должны обеспечивать такой же эффект, но все-таки, когда блок монолитный, он обеспечивает это лучше. Дальше посмотрите на ошиповку, просто посмотрите. Вот, собственно, ошиповка Triangle Ti501 и ошиповка Ice Blazer VST3. Понятно, что шипов на VST3 значительно меньше, но здесь есть одно существенное отличие. То, что VST3 это шина Stadable, которая может продаваться и без шипов, которую можно эксплуатировать без шипов. А Ice Lynx Ti501 это шина Stadet, то есть шина, которая без шипов не продается. И в этом, наверное, есть различие, но и есть различие, конечно, в количестве шипов. Но не только в количестве, но и даже в форме. Посмотрите, более крупный фланец у Ti501, но шип все-таки круглый. Такой же круглый, как и здесь, но фланец здесь немного поменьше. Чистотеоретически более меньший фланец должен работать немного получше. Ну, за счет, опять же, закона физики. Когда площадь шипа или фланца меньше, то давит он на поверхность, в том числе на скользкую, больше. Поэтому, когда задействован в работе фланец, то шип будет работать немного получше. Также хотел ваше внимание обратить на этикетку. Посмотрите, этикетка Сайлуна выглядит вот так, а Триангла вот так. На шипованных шинах евроэтикетки быть не может. Я глубоко разочарован решением Триангла все-таки сделать некоторую евроэтикетку, которая ничем не подкреплена, имеется в виду, как должна быть подкреплена европейскими тестами. Но шипованные шины в соответствии с европейским законодательством такой евроэтикетки не имеют. Поэтому здесь, конечно, глубокое разочарование, что такая крупная фирма Триангл позволила себе вот такую вот историю. Вот, это, конечно, плохо. Но на характеристики шины это, конечно же, никак не сказывается. Сам посмотрите, есть вот здесь колейные зацепы, вот в этой зоне стыка протекторной ленты и боковины. И они здесь, конечно же, более развиты, чем у Сайлуна. Вообще рисунок протектора Триангла выглядит, ну, хоть немножечко, но более агрессивно. Что это даст? Это даст, что Триангл будет работать в глубоком снегу немного получше. Ну, и отводить воду в осенне-весенний период будет тоже получше, как минимум, потому что здесь у нас есть, конечно, плюс в виде ребра курсовой устойчивости. Здесь сделано немного по-другому, но это по-другому даст лучший водоотвод из пятна контакта. Но также надо понимать, что и глубина рисунка протектора тоже даст возможность больше вбирать в себя воды. Ну, соответственно, чем он больше? Давайте сделаем замер. Значит, глубина рисунка протектора у Сайлуна 8,4, а у Триангла 9,3. То есть глубина рисунка протектора побольше. Как я и говорил, это даст плюс относительно работы в снегу и, конечно же, для водоотвода. Давайте по боковине посмотрим на эластичность и замерим толщину. Эластичность Ice Blazer, ну, она такая, по сравнению с европейскими шинами, конечно же, она не сильно эластичная, но все-таки что-то эластичное в ней есть. У Триангла боковина вообще дубовая, то есть вообще без эластичности, очень слабая. Вот, поэтому, конечно же, все-таки Ice Blazer будет более комфортным ощущаться. Но, а по прочности давайте оценим толщину боковины и слойность каркаса. Ну, по толщине боковины вы видите, что у Триангла это 7,7 мм, что, в общем-то, нормально, потому что многие производители сейчас меньше 5 делают. А вообще, я всегда говорил, что от 6 до 8 это прям-таки хорошо. Здесь 7,7 и это неплохо. У ВСТ-3 боковина потоньше 6,4, то есть боковина тоньше, немножечко, но все равно нормальная и более эластичная. То есть, сайлун будет ощущаться покомфортнее. Но и за счет количества шипов, то есть меньшего количества шипов, шина будет более тихая, чем ТАЙ-501. Поэтому, исходя из рисунков протекторов, можно сказать, что все-таки ТАЙ-501 создана для более суровых условий. Больше шипов, более агрессивный рисунок протектора, немножко более и более глубокий. Здесь все-таки эту шину лучше приобретать, как, я думаю, для средних условий, типа средней полосы России, например, да, эту шину можно приобретать в более северные условия. Толщину замерили и давайте посмотрим по слойности каркаса. Посмотрите, тред, то есть тот слой, который соприкасается с дорожным полотном, здесь 5 слоев и на боковине 1, то есть 5 плюс 1. Что же у нас на триангле? Сейчас найдем, вот, пожалуйста. Здесь 5 плюс 2, то есть боковина имеет 2 слоя каркаса, в отличие от Сайлуна. И, конечно же, трианглу это добавит дополнительной прочности. То есть надо уже понимать, что триангл готов к вызовам более таких отвратительных дорог, чем Сайлун, хотя Сайлун тоже достаточно прочный. Ну и давайте сделаем замер твердости состава смеси по шору, что же это нам даст. Ну, во-первых, это нам даст понимание то, насколько шина будет ощущаться комфортной на хорошем асфальте, на ровных дорогах. То есть чем мягче состав резинно-технической смеси, тем, естественно, это будет покомфортнее. И чем мягче состав резинно-технической смеси, тем стираться на асфальте он будет быстрее, но и зацеп будет обеспечивать лучше. Итак, первое ВСТ-3. Мы, как всегда, сделаем три измерения и выведем среднее. Итак, первый измер 61,5 единиц шора, второй измер 59,5 и третий 61,5, что дает нам средний показатель в 60,8 единиц шора. Ну и ПТАИ 501. Итак, первое измерение это 50 ровно единиц шора, второе измерение это 50,5, третье это 54,5 единиц шора и средний показатель 51,7. Ну и мы видим с вами, что, конечно же, 51,7 это состав смеси более мягкий. Здесь рисунка протектора поменьше, но здесь более твердый состав резинно-технической смеси, здесь побольше и состав смеси помягче. На мой взгляд, все-таки такое решение несколько лучше, а то, что здесь шина имеет более твердый состав смеси, но меньше в глубину протектора, также говорит о том, что эта шина для менее суровых условий зимних, чем ПТАИ 501. Давайте сравним вес. Что нам даст низкий вес? Ну, во-первых, более легкую шину вместе с диском, конечно же, двигатель более легко раскручивать и, соответственно, будет несколько расти динамика, уменьшаться расход топлива и благодаря балансу потрясоренных и непотрясоренных масс такая шина будет ощущаться более комфортной. Поэтому давайте сделаем замер по весу. Размер, посмотрите, одинаковый, 225,45,17. Специально подобран, чтобы было все правильно. И, конечно же, если размеры стояли бы другие, баланс сил по весу сохранился бы, несмотря на то, что килограммы, естественно, весы показывали бы разные. Смотрим. 11,6 килограмма. Что же у нас по ВСТ-3? Смотрим. ВСТ-3 10,3. То есть ВСТ-3 очевидно, ощутимо, естественно, легче. Ну, со всеми вытекающими последствиями для этого, как я и говорил. Но это довольно-таки очевидно, потому что шипов меньше, глубины рисунка протектора меньше, поэтому здесь, собственно, каких-то удивлений или откровений вообще никаких нет. Ну и подводя итог, я могу сказать очень простую вещь, которую я уже озвучивал. Если у вас более северные, суровые зимы и вам необходимо купить недорогую шину, потому что это все такой сегмент недорогой, то, конечно же, это ТАИ-501. Но если у вас условия полегче, например, Москва, Санкт-Петербург или регионы, которые близкие к ним, средняя полоса, то вполне можно взять ВСТ-3, но понимая, что, во-первых, шипов здесь немного, и то, что если у вас действительно встречаются суровые зимние условия, лучше взять из этих двух моделей ТАИ-501. Ну и, друзья, я надеюсь, что видео было хоть как-то вам полезно. Если это так, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что это дает нам лучшую мотивацию делать эти видео и дальше. И если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. И спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok